Добрый день! Вы на канале Мурашных в Дома, меня зовут Виктория, и мы продолжаем вести блог о жизни наших муравьев-жнецов в домашнем фармикарии. Мы уже давно хотели закончить затянувшееся переселение наших муравьев-жнецов из старого фармикария в новый, но все откладывали. Сначала надеялись, что все мураши переселятся в новый дом самостоятельно, без принуждения. Потом ждали, когда выведутся все куколки, которые дозревали в старом фармикарии. Потом ожидали, когда приедет новая арена, которую мы собирались подключить вместо старого фармикария, и опять-таки продолжали верить в сознательность наших мурашей, улучшая их жизнь в новом месте. То есть дополнительно увлажняя новый дом, приманивая их вкусняшками. Ну и просто руки не доходили начать разборку старого фармика. Казалось, что еще немного, и все мураши перейдут в новое место сами. Маленькие хитрюшки постоянно давали нам такую надежду, то предельно уменьшая свою численность в старом доме, то опять возвращаясь в него. И вот мы решили, наконец, поставить окончательную точку в этом вопросе. В старом фармикарии на тот момент находилось порядка 150-200 муравьев. Многовато для разборки старого фармикария и вылавливания разбегающихся мурашей. Поэтому начать мы решили с мягкого побуждения мурашей к переезду, как это делают многие. Направили на старой фармикарии яркую настольную лампу, а новый формик закрыли от ее света. Лампа также немного нагревала фармикарий, что, по нашей мысли, добавлялось стимула мелким собирать чемоданы и отправляться в путь. В теории большинство нормальных муравьев должно было перебраться с яркого света в спасительную уютную тень. Сказано-сделано. Мы засели около фармикария в ожидании. Прошел час, другой третий. Муравьи в первый момент запаниковали, не обрадовавшись такому большому количеству света. Многие начали покидать дом. Мы уже готовы были потирать ручки от радости, видя муравьиную дорожку с беглецами. Пока не заметили, что из нового формика тянется назад точно такая же муравьиная дорожка. Может, вещи какие-то забыли, еще с надеждой подумали мы, и решили подождать часок-другой. Но по истечению пятого часа мы увидели такую картину. Мурашей стало заметно меньше, но все-таки недостаточно мало. Их явно было более ста. Если оставшиеся поначалу вяло суетились недовольны ярким светом, то потом, видимо, смирились с иллюминацией и приняли жизнь такой, какая она есть. То есть все неспеша вернулись к своим делам. Многие вообще разошлись по камерам и продолжали тупить, упершись в стену. Прошел день, и мы сделали перерыв на ночь. Еще была надежда, что вот на следующий день все точно удастся. Утром в камерах старого фармикария муравьев обнаружилось чуть ли не больше, чем до того момента, когда мы начали его освещать. Мы опять включили яркую настольную лампу, направили ее на старый фармикарий, уже поставив ближе, чтобы от нее шел ощутимый нагрев. И наши мураши снова нас удивили. Вместо того, чтобы постепенно покидать ярко освещенные камеры, муравьи возликовали. Девчонки, у нас теперь есть солярий. И понесли назад старый фармикарий, напрогрев порцию куколок. Вот это поворот! Так что эксперимент пришлось прекратить и лампу выключить. Это было вчера, а сегодня мы весь день наблюдаем картину. Порция принесенных куколок по-прежнему лежит в камерах старого фармикария. Так что пока мы в недоумении, как заставить упрямых жнецов покинуть такие старые фармикарии. Если у вас есть идеи, пишите в комментариях. В заключении мы бы хотели порекомендовать канал начинающего мир Микипера Арен Атолл энд Арно Топ. Автор канала занимался обзором игр, но сладкая музыка мир Микиперства заставила его начать и муравьиную тему. Ну а мы завершаем наш рассказ. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До следующего видео!